Студ Весна 2019 Студ Весна 2019 Студ Весна 2019 А ты сегодня тоже выступаешь или просто у тебя подготовка? Да, я выступаю. Выступаешь. С каким номером? Я выступаю почти в трех номерах. Ну, может быть, и в четырех. А как так понять, может быть? Типа возьмут, не возьмут? Импровизации. А, понятно. Ну, да, что тебе? Все, все получится. Спасибо. Первым выступал Институт психологии и образования. Свою программу они начали с нежного танца, а далее участники показывали театральную связку под названием «Письмо из столицы». Они явно заморочились, что даже пригласили для постановки ребенка. Кстати, по технике актерского мастерства она не уступала старшим. Здесь, на маяке. Ты, конечно, очень здорово придумала, но здесь ты точно жить не будешь. Почему это? Потому что здесь живу я. О, вы тоже решили остаться? Ну-ка. Значит, мы будем жить вместе. Ведь я не могу уехать из места, где я сделал свои первые шаги и встретил свою первую любовь. Любовь. Постановок и танцев у Института психологии было много. И было видно, что ребята были настолько сплоченной командой, что каждый переживал друг за друга, стоя за дверью, пока их команда выступала на сцене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты меня слышишь? А что это у нас тут интересно происходит? Такой кипиш. Извините, пожалуйста, а вы кем являетесь здесь? Я руководитель студенческого клуба. Я не особо имею отношение к концертной программе Института психологии и образования, но могу сказать, что они молодцы. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем дальше. На сцене теперь Институт фундаментальной медицины и биологии. Он выступал вторым. И ФМИП удивлял нас программой про любовь, где молодые пары не могли найти общий язык и были на грани расставания. Но помимо них на сцене был человек, который любил устраивать чужую личную жизнь, нежели свою. Проще говоря, Купидон. Все это вместе было похоже на аналог программы «Наушник», где Купидон-ведущий диктовал неопытным парням, как спасти их отношения. Но кому-то это совершенно не надо, ведь у них есть свой взгляд на данную ситуацию. Помню. Это был тот самый день, когда он мне подарил шотландскую юбку. Ее еще нужно дважды обертывать вокруг себя. Ту самую шотландскую юбку. Она еще так великолепно подходит к моим туфлям. Она тебе больше не нравилась. Она никогда мне не нравилась. Я носила ее только потому, что он мне все уши прожжал. Мол, я его Мадонна. О, у тебя есть кто-нибудь с тобой треванчик? Линда, а? Я имею в виду, ты можешь его отрасли? Ой, Линда, прошу тебя. Залу, судя по аплодисментам и смеху, понравилась больше постановка под названием «Мечты наяву». Зал просто взорвался, когда речь зашла про дефектного Гарри Поттера. Да, это на самом деле было смешно. Я люблю Гарри Поттера, поэтому моим героем будет он. У него есть волшебная метла, летающая. А еще, а еще у него шрам. Во весь лоб. Ах. Но это необычный Гарри Поттер. Он играет на волшебной дудочке. Нет, вот твой Гарри Поттер какой-то дефектный. А что? А что такое дефектный? Я не знаю, меня так папа называет. Но большую часть внимания у данного института занимали песни. Музыка. 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 С удовлетворением и еще не закончившимся адреналином, участники студт весны выходят со сцены. И с полной уверенностью говорят, что программа была нереально насыщенной. Ну вот и дан старт первому дню студенческой весны 2019 года. К сожалению, моя соведущая Алиса не может присутствовать сейчас с нами, потому что она находится под ярким впечатлением и быстро побежала в гримерку, чтобы узнать у ребят о секрете их таланта. Ну а мы с вами не прощаемся, ведь нас ждет впереди целых 6 дней незабываемость тут весны. С вами была Дарья. До новых встреч. Музыка.